Вы никогда не задумывались, зачем вы играете в игры? Почему вы тратите на это своё время, нервы, возможно, какие-то деньги и, самое главное, своё здоровье? Что вам даёт весь ваш путь в этой сфере и что вы с этого получили? Вопрос довольно сложный и щепетильный, так что сегодня ты узнаешь, что развивают игры, какие проблемы возникают из-за них, могут ли игры учить детей жизни, как на них разоряются и в чём смысл их существования. С самого начала своего биологического появления человек чему-то учился. Учился делать первое оружие труда, учился земледелию, строительству, экономике, спорту. Неважно, чему главное, что он учился. В то время это было важно, чем больше знаний, тем больше шансов выжить. Прошло много времени, но мы все те же животные, главной целью которых остаётся существование. Только сейчас нам не надо драться за еду, а мы можем её спокойно купить. Ранний опыт получался наяву, не без возможности закончить своё существование. В наше же время получение знаний стало доступнее и безопаснее. В тех же школах, книгах, интернете и играх. Тут сразу можно задать вопрос, развивают ли что-то игры. Бесспорно, да. Игры существуют разные, в них ты и коммуницируешь, и придумываешь тактики. Как с тем же рынком учишься копить, инвестировать, улучшается реакция и т.д. Но почему же ты в них играешь? Интерес к играм банален. Желание мозга попробовать себя в различных условиях, вывести какие-то уроки, которые, возможно, в будущем помогут выжить. Игра — это своего рода головоломка, которая при прохождении помогает тебе решать другие головоломки. Окей, это мы поняли, но давайте конкретно узнаем полезные стороны игр. Люди, играющие, более склонны к обучению чему-то новому. Конечно, это не навсегда, но на первые полгода улучшается эпизодическая и автобиографическая память. Люди лучше запоминают свою жизнь и в подробностях описывают её события. Улучшается и слух. Играющие люди более точно различают звуковые сигналы, происходящие в короткие сроки. Лёгкость переключений с действия на действие тоже является положительным последствием игр. Например, GTA IV использовалась британскими школами для развития понимания зла и добра у детей. Именно в виде игры и дети узнают первую информацию о мире, и хищники учатся охотить. Насчёт стресса всё неординарно. Игры могут помочь отвлечься, но при этом не у всех. Люди, склонные к стрессу, всё ещё будут стрессовать. Можно сказать, что хорошие игры — это искусство, после прохождения которого ты чувствуешь себя по-особенному. На играх можно и зарабатывать, например, создавать свои сервера, зарабатывать в киберспорте или делать контент про игры. Игры — огромное разнообразие, поэтому они не наскучивают, как та же школьная программа. Они не рассчитаны на определённый возраст. Тот же Моноси в свои 10 лет играл на легендах. Можно сказать, своего рода гениями игры, которым было и по 20, и по 30. С каждым разом, на каждом звании вы встретите человека, который сможет дать вам отпор. И именно из-за этого вам не надоедает играть. Вы ставите себе цели в игре и стараетесь их достичь. Думаю, тут понятно. Но перед тем, как мы перейдём к плохим сторонам, тебе понравились скины из новой коллекции БП? Тогда тебе прямиком на джиджишку. Ведь в ящиках уже есть самые свежие раскраски. Кстати, некоторые из новых скинов лежат в кейсе Ребека, который ты сможешь открыть бесплатно по вот этому промокоду. Также он даст тебе барабан бонусов и 35% к некст зачислению. Забирай задания братства хакеров, чтобы побороться за лям голды. И не забудь хорошенько долбануть джиджи трона. И забрать халявные скины из оружейной. И помни, что на поддержку джиджи всегда можно рассчитывать. Они помогут с любыми вопросами. Но у игр есть и вредные стороны. Их также немало. Злоупотребление игровым процессом вызывает зависимость, утомление, возможную бессонницу, возбудимость, тревогу и возможную боль в суставах. Также это неправильная осанка. Прививают ли игры насилие? Скорее нет. Игры наоборот имитируют насилие, не давая ему перейти в реальный мир. Что может показаться ненормальным, но люди смотрят на насилие. И конечно же не хотят в нем участвовать. Как было в древности, люди приходили посмотреть на кровавые драки или повешения. Конечно есть малое количество, как я говорил, уже предрасположенных к агрессии людей. Но это лишь малая часть и не все из них пойдут после слитой в катки в КС стрелять по людям. Вернемся к проблемам игры. Игры бывают платные и бесплатные. Первый случай может показаться странным, зачем покупать игру, если можно скачать бесплатную. Да, можно, но в отличии от платных игр, где человек заранее понимает, за что он платит деньги. Где почти нету багов, где все оптимизировано и все в достатке. Разработчики заработали, покупатель получил свой продукт. В бесплатных с тебя будут пытаться высосать деньги. Но это и логично, потому что за сервера надо платить. Нет, ты не обязан донатить, не обязан что-то себе покупать в этой игре. Все просто сделано так, чтобы в конце концов ты сам это сделал. Тот же стенд-офф, бравл-старс, кс-ка. Игра бесплатная, но хочешь играть хорошо, покупай прайм-статус. Хочешь видеть статистику, покупай. Хочешь видеть красивые скины, покупай. В таких играх ты потратишь еще больше своих финансов, чем в платных. Где тоже есть различные плюшки, но большинство тебе уже доступно. Есть в играх и кейсы, которые созданы для забирания твоих денег. Это, можно сказать, казино с красивой оболочкой, поданное как безобидный шанс ухватить халяву, которую никто, естественно, просто так не обеспечит. Вернемся к зависимости. Игры, имеющие конец, не так опасны, как игры без него. Где у тебя нет четкой цели, которая бы смогла позволить тебе перестать играть. Например, апнув самое высокое звание в кс-ке или станке, ты, скорее всего, продолжишь в нее играть. Под предлогом ты в нее донатил, нашел собеседников, потратил столько времени, зачем ливать? У тебя вроде нету стимула оставаться в этой игре, но ты все равно остаешься. Даже если тебе уже не нравится, ты продолжаешь играть в нее через силу. Игра это как полноценная страна, в которой есть свое правительство, разработчики. Которые, кстати, тоже не всегда бывают хорошими. Иногда встречаются и такие, которые хотят чисто заработать, не думая о благе своего детища. Граждане как игроки и преступники как читеры. Читер это как человек с пистолетом, которому ты абсолютно ничего не сможешь сделать. Даже если человек с большим званием идет на маленькие звания, то у его противников все равно остаются какие-то шансы. А если этот же человек играет софтом, то шансы сводятся к нулю. Нечестные игроки глумятся, наслаждаются, можно сказать, насилием. В то время как у попавших под эту участь честных игроков накапливается злость. И они выплескивают ее на тиммейтов, разработчиков или, в конце концов, сами становятся софтами. Что является худшим вариантом событий. Поэтому важно, чтобы разработчики были хорошие, которые будут смотреть за игрой. Будут бороться с софтами и регулярно обновлять античит. Игры это не то, что поможет людям с каким-то психическим расстройством. Это то, что наоборот введет их в еще более глубокую степень. Игры уничтожают здоровье, ухудшают успеваемость в школе. Именно поэтому четко сказать о пользе игр не получится. Какие же мы можем сделать выводы? В игры лучше не переигрывать. Можете поигрывать себе в свободное время. Или немного поигрывать с друзьями. Ничего особо полезного вам это не даст. Ну и сильно плохого, если вы соблюдаете меру тоже. Главное в любом случае получать удовольствие от жизни, а не набивать 200 тысяч часов в какой-нибудь доте. Надеюсь, это видео хоть чуть-чуть помогло тебе охарактеризовать весь твой путь в играх. И сделать итоговый вывод, зачем ты вообще в них играешь. С тобой был Бацагин. Встретимся в других видосах. Удачи. Адьос. Адьос.